Здравствуйте! Это проект телеканала ОТС «Культурный максимум». Сегодня узнаем, что дачники делают в старом доме. Встретимся с биографом Андрея Тарковского и Александром Башлачевым. Но сначала главная тема. Как вы уже заметили, съемочная группа нашего телепроекта, я Алексей Кудинов и Константин Менин, находятся в Узбекистане. Мы в Ташкенте. Здесь начался тур Новосибирского музыкального театра. За моей спиной автобус. Сейчас артисты ждут, когда их позовут, чтобы отправиться на вокзал. Следующая точка – Самарканд. Мы практически сразу за ними, правда, на самолете. Все потому, что нам еще нужно успеть рассказать вам, как наших артистов принимали в Ташкенте и что же за программу. Привезли новосибирцы в Узбекистан. Год назад в Новосибирск на фестиваль «Другие берега» приехал государственный театр музыкальной комедии «Оперетты» Узбекистана. Артисты выступили на сцене нашего музыкального театра. И с той поры началась дружба двух коллективов. В Новосибирске мы показывали спектакль, посвященный творчеству нашего народного артиста Батыра Закирова. Я могу сказать, то же самое про зрителей, как восприминали наш спектакль. Тогда было нам очень приятно. И я думаю, дальнейшее сотрудничество будет укреплять дружбу между двумя народами. Ответный визит Новосибирского музыкального театра в Узбекистан начался 19 сентября. Делегация 67 человек, солисты, хор и балет. Оркестр пришлось оставить дома, как и громоздкие декорации, реквизит. В Ташкенте новосибирцев принял государственный музыкальный театр имени Мукеми. Здание, поражающее сибирьков своим колоритом, начали строить в конце 30-х годов прошлого века. Ташкент ждал этот театр. Труппу набирали по всей республике. Первые спектакли здесь начали играть в конце войны. Строили долго. Мастера, наши местные мастера строили. И все вручную делать здесь. Вот эти ганчи, резьба по ганчу. И вот все это вручную делалось. Поэтому у нас и акустика совсем другая. Вот натуральная акустика, когда здесь вот человек поет, и у нас до сих пор без микрофонов выступает. Конечно, сцена и свет новые, незнакомые. У нас с покрытием мы разбирались, как делать покрытие, не делать покрытие. В итоге убрали все, и все встало на свои места. Свет привезли своих ребят, звуковиков своих привезли, микрофоны свои привезли. В Ташкент Новосибирский театр привез программу Вивата Перетта. Эй, Гусар, песенка Бонни, Ария Мистера Икс, дуэты Сильвы. Это классика, которую в Узбекистане любят, как и во многих других уголках бывшего Союза. Штраус, Легар, Кальман. Самые веселые, даже где-то чуточку фривольные номера узбекская публика приняла на ура. Переживания по поводу костюмов не было абсолютно. Наоборот, было ощущение, что очень хочется выступить для зрителей Ташкента. Мы волновались, переживали, но это было очень приятное волнение. И мы счастливы, просто безумно счастливы. Вся труппа за такой теплый прием. В программу Вивата Перетта вошли несколько номеров из современных мюзиклов, но основа все-таки классика. Программу специально готовили для тура по Узбекистану, но вполне возможно, что вскоре она пополнит репертуар. Следующей остановкой Новосибирского театра станет, как я уже говорил, Самарканд. Один из самых древних городов мира. Но об этой части тура я расскажу уже в следующей программе. Здесь, в Узбекистане, деревья пока зеленые, а в России дачный сезон завершается. Но зато начинается театральный. В Старом доме премьера главный режиссер Александринского театра Никита Кобелев поставил спектакль «Дачники» по пьесе Горького. Этот текст написан почти 120 лет назад, и для нужд постановщиков он переписан на современный лад. Правда, и Горький там тоже остался, его немало. Давайте отправимся в Старый дом и узнаем, что же дачники сделали на сцене этого новосибирского театра. Дачники стали главной пьесой российского театрального сезона 1905 года. Премьера в театре Комиссажерской получилась громкой. Критики писали, что разделенный на две враждующие части зал восторгался и негодовал. Овации перемешивались с шиканьем и свистом. В Двинске во время спектакля зрителей утихомиривали вооруженные солдаты. Пьеса предвосхищала революционные события 1905-го. Горький вывел на сцену ту часть интеллигенции, что мутировала в сытую буржуазию. И многие зрители тогда узнали в дачниках самих себя. Слово интеллигенция убрано из пьесы принципиальным образом. Интеллигенция это немножко другое сегодня для меня понятие. И как бы оно очень, мне кажется, смещает сильно вектор, очень сужает его. Кто такая интеллигенция, в какой-то воздухе сакральное слово. Сегодня горьковская интеллигенция это условный средний класс, в котором есть учителя, врачи, журналисты, бизнесмены, писатели, артисты. Они собираются в загородном доме успешного адвоката на новоселье. Кульминацией праздника должен стать спектакль, в ожидании которого герои выпивают, рыбачат, выясняют отношения и говорят о России. Потому что чувство родины, оно не национальное, оно человеческое. Это то самое понятие, что за бесконечным стиранием всяческих границ теряет европейец. И то самое понятие, что пока еще, пока еще, друзья мои, живет в русском человеке. Может быть на словах очень умный, очень красноречивый, очень честный, правильный и так далее. Но твои дела, либо их отсутствие, все говорит за тебя намного красноречивее слово. Меткая бытовая комедия. Такой пьеса казалась современником Горького в середине спектакля. Это ощущение от дачников удалось сохранить авторам новосибирской постановки. Первое действие действительно похоже на ситком для домохозяек. Герои объясняются в любви, скандалят и сплетничают. Для меня это история про людей, которых как бы все есть, сорокалетних, да? Ну может быть под сорок, да? Когда человек достигает чего-то, он достигает положения в обществе. У него заводится семьей, детьми и наступает, ну, расхожая, по-моему, кризис среднего возраста или там вообще такое ощущение, что а что дальше? А куда дальше двигаться? А что дальше делать? И вот здесь люди выбирают разные стратегии. Кто там с каким-то разрушением начинает заниматься, искать новую семью, разрушать свою, да? То есть тебе что-то перепридумывают, да? И вот этот вот момент, фаза жизни, когда тебе как бы заново надо жизнь переизобретать, что ли, да? Вот меня эта тема как бы волнует достаточно, вот. И кроме того, там уникальный такой пазл персонажей, который я не знаю ни в одной пьесе, где около десяти таких главных ролей, которые очень разных типов и отношений между парами, между мужчинами и женщинами, разные любови, разные градации. И это такой как бы симбиоз, большой ансамбль. Во втором действии начинается то, ради чего эту пьесу сегодня как раз и стоит ставить. Разругавшиеся в пух и прах герои все-таки выходят в царь, чтобы оценить выступление приезжего актера. Но выступить придется каждому из собравшихся. Зрителей ждет настоящая схватка людей с разными взглядами на жизнь. И здесь, конечно, звучат голоса не горьковских интеллигентов, а наших современников. Второй акт мы собирали вместе с актерами. Мы попросили их за время отпуска написать, скажем так, монологи, что они видят в героях, как эти герои откликаются в них самих. Дом они построили, но счастья в этом доме нет. А если в доме нет счастья, тогда зачем дом? Мне бы, наверное, хотелось, чтобы зритель выходил с какими-то вопросами к своему себе. То есть, по мне, критерий хорошего спектакля, когда ты его посмотрел и вышел с послевкусием, ты продолжаешь идти и думать о том, о чем говорили персонажи, о том, о чем ставил режиссер. Если это случится, я лично как актер буду счастлив. В Новосибирске завершился фестиваль «Книжная Сибирь». За три дня публика посетила около 150 мероприятий в ГПНТБ «Саран» и на других площадках. Пожалуй, самое интересное – это выставка-ярмарка. На ней можно было и купить книги, и пообщаться с современными российскими писателями. Я встретился с Альбом Наумовым и предлагаю вам наше небольшое интервью. Тарковский для меня очень и очень важный такой, как вам сказать, даже попутчик, если угодно, очень надежный, надежный, наверное, не тот самый ожидаемый эпитет в адрес Тарковского, который можно услышать, но в действительности для меня это именно так, потому что я писал эту книгу в восемь лет, и что только не происходило за эти восемь лет, честно говоря, и в моей жизни в том числе. Ну, отвлекаясь и возвращаясь к ней, в частности, роман «Пловец снов» я написал в течение этих восьми лет тоже, и книгу «Гипотеза Дедала» желтенькую тоже. Но вот то, что на протяжении такого периода времени было что-то постоянное, то есть я отходил от темы Тарковского, возвращался к ней, это, конечно, сыграло свою роль и очень многое дало. Книга Льва Наумова «Итальянские маршруты Андрея Тарковского» рассказывает о том времени, когда великий режиссер перестал быть важным попутчиком для советской власти. В начале 80-х автор «Сталкера», «Зеркало», «Соляриса» отправился в Италию для работы над ностальгией. Этот фильм в 83-м принесет Тарковскому приз за лучшую режиссуру и другие награды Каннского фестиваля, но сам Андрей Арсеньевич станет невозвращенцем. В качестве нового места для жизни Тарковский выберет Италию – колыбель европейской культуры. Тщательное исследование этого периода вынужденной эмиграции Андрея Тарковского – одна из самых важных книг о кино, изданных в России последние годы. Тарковский во многом – это квинтэссенция киноискусства как такового. Помню, мне, наверное, лет 6-7, я в доме своей мамы еще, и я помню вот эту сцену из «Зеркала», когда героиня Терехова приходит в дом и говорит детям «Пожар, только не орите». «Пожар, только не орите». «Пожар!» «Не выходит смотреть на горячий дом». Вот это засело в память именно как образец такого визуального совершенства. То, что делал Тарковский, на мой взгляд, не в том смысле, что оправдывает, но, по крайней мере, позволяет понять, для чего нужно кино как таковое. Лев Наумов привез на фестиваль в Новосибирск не только итальянские маршруты Андрея Тарковского, но и роман «Пловец снов», сборник своих статей о Кайдановском, Клеймане, Нолане и других выдающихся деятелях киноискусства, а также книгу об Александре Башлачеве. Саш Баш, Егор Летов, Янка Дягилева были тоже не самыми удобными попутчиками для советского государства. Я сходил к дому Янки Дягилевой. Я посмотрел сверху еще из соседнего дома, взглянул на сам домик, конечно же. То есть для меня это очень важные дорогие люди. Как главный редактор издательства «Выргород», я должен сказать, что мы издаем наследие Егора Летова, мы готовим книгу о Янке, помимо всего прочего, и так далее. То есть это вот те авторы, которые попадают в наш портфель, что происходит сейчас вокруг дома. Меня вызывает некоторую тревогу. Я не знаю, насколько у него есть шансы быть открытым и так далее, и насколько над ним висит угроза сноса. Янка такой автор и человек, сыгравший такую роль и играющий такую роль в формировании молодого поколения, что, безусловно, это должно быть музеем. За три дня фестиваля «Книжная Сибирь» с публикой встретились более 50 писателей, издателей, музыкантов, литературных критиков. Люди, которые сегодня играют важную роль в формировании поколения. Лично я для себя открыл многих авторов, купил их книги. В следующей программе мы с вами встретимся с еще одним участником фестиваля, лидером группы «Рада» и «Терновник» Радой Анчевской. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова